В Владивостоке есть дом, где каждый день тревога. Крыша того и гляди упадет на голову. С первого взгляда сложно поверить, что в таком здании живут люди. Что говорить, сами смотрите, расскажет и покажет Анастасия Ярошенко. Настя, здравствуй. Что не так с этим домом? Здравствуй, Наталья. Если честно, я просто в шоке с ситуацией. Тот дом, который находится позади меня, местные жители только называют дом-призрак или даже братская могила. Вообще обходит его стороной. Здание давно признали аварийным. Одна стена вообще обвалилась. Многие годы этим пользовались различные асоциальные элементы, оставляя после себя шприцы и другие отходы с жизнедеятельности, назовем их так. И посреди всего этого долгое время живут люди. Такое ощущение, что про них все забыли. 25 лет назад это общежитие заселяли преподавателями, студентами техникумы, которые находятся неподалеку. Но потом за состоянием дома никто не следил. Люди сами ремонтировали крышу за свой счет. При этом платили за коммунальные услуги. Ремонтировали водопровод, ремонтировали электроэнергией, ремонтировали сети. Тоже за свой счет. Но сейчас здание окончательно разрушилось. И несмотря на то, что всем восстановлением этого здания люди занимались самостоятельно, сейчас их выселяют. Буквально неделю назад пенсионерам, многодетным семьям пришло постановление суда, что нужно освободить помещение. И альтернативы не предоставляют. Сейчас со мной находятся люди, которые живут здесь многие годы. Это, например, Гульнара Котова, мать многодетного семейства. У вас трое детей. Это правда, что вас буквально выставляют на улицу? Да, вот у меня на руках решение суда 14 марта 2017 года, первомайского суда решения, где нас с моими детьми, мою семью просто выставляют на улицу. И мы оказываемся просто бомжами, потому что нам просто идти некуда. У нас нет ни своего жилья. Идти вообще некуда. Что вы собираетесь делать? Я вообще как бы настроена дальше обжаловать решение суда, подавать апелляционную жалобу в краевом суде. И готова уже на крайние меры пойти уже просто со своими детьми поставить палатку возле стены администрации. И там вот просто сидеть. И просто даже готова объявить просто голодовку, голодать до тех пор, когда, ну, просто вот на самом деле, чисто по-человечески, нам идти просто некуда с моими детьми. Также, Игорь Симухин, получается, ваша мама, пенсионерка, ее также буквально выставляют на улицу. Это правда? Да, есть также решение суда, что мою мать пенсионерку, которая прожила здесь 20 лет, выставляют с вещами на выход, попросили. Просто у нее это единственное жилье. Она состоит в очереди на получение жилья. 20 лет здесь прожила, никто не трогал. Тут сказали, собирайте вещи, выметайтесь. А она пенсионерка, куда ей идти? Она всю жизнь в школе отработала. Ни квартиры своей, конечно, ни другого жилья никакого нет. Вот. Ее просят на улицу. Ну, получается, такая ситуация, Наталья. Я продолжаю следить за тем, что происходит с домом по улице Борисенко. Пока на этом у меня все. Спасибо, Настя. Ситуация действительно аховая. Мы будем следить за ней в следующих выпусках наших новостей.